Руководители домовых и квартальных комитетов – взрослые, опытные люди снова за партами. Тамара Борисова – председатель ТОС с 9-летним стажем. Первый диплом получила почти полвека назад и не перестает учиться. Достойный пример для семьи внуков и пяти правнуков. Правнуки у меня. Один пойдет в школу первый год, а правнучка пять лет. Бабушка, ты учишься? Я говорю, да, обязательно. И мы будем учиться. То есть вот эта вот фишка даже в жизни очень нужна. Курсы прошли с 19 апреля по 21 июня. Прилежные студенты освоили дисциплины по программе «Основы территориальных органов самоуправления». Руководители домовых и квартальных комитетов прошли обучение по правовому регулированию работы, делу производству и психологии эффективного общения. Основы общественного самоуправления руководители освоили ранее на практике. Теперь изучили теорию со всеми юридическими нюансами. Вы общественники, вы работаете, вы занимаетесь каждодневными делами, вы работаете с людьми. У вас еще хватило мужества, смелости, времени учиться. Я очень рада, что этот проект у нас получился. Я очень горда, что мы дошли с вами до логического завершения, что мы сегодня будем с вами уже получать документы об образовании. Слушателям отделения дополнительного образования и профессиональной переподготовки вручили 43 сертификата. Руководители ТОС, конечно, используют новые знания на практике. Они – связующее звено между населением и властью, организуют и планируют работы по благоустройству территории, решают хозяйственные вопросы, проводят мероприятия для населения. Приветствую вас от имени главы муниципального образования города Куртанапа Сергеева Сергея Павловича. Вы знаете, какое большое внимание наш руководитель уделяет именно развитию органов территориального общественного самоуправления на территории. От вас мы ждем инициативы, мы ждем реализации многих проектов в нашем городе, вашей помощи. Практика такого обучения впервые прошла в Анапе. Вчерашние студенты, первые выпускники курса, поблагодарили профессорско-педагогический состав за новые знания. Отметили, лекции за партами в учебных аудиториях, вернули их в беззаботные студенческие годы. Сидя каждый раз за этими партами, чувство ностальгии возникает. И я, сидя за ними, я получаю такое удовольствие. Почувствовать себя еще раз студентами руководители квартальных и домовых комитетов могут уже этой осенью. В планах педагогов Анапского филиала МГГУ имени Михаила Шолохова организовать второй этап обучения. Руководители ТОЗ заинтересовались новыми курсами. И если добавят новые дисциплины, то учиться будут вместе с новенькими и совершенствовать знания.